Сегодня мы обсуждаем татарскую сказку «Соловей». Ну, Лариса, рассказывай, как это «Соловей». Была же такая сказка этого Андерсена, да? Да, у Андерсена. Собственно, у меня это как-то много причин. Мне практически выбор с одной стороны рациональный, с другой стороны эмоциональный. Ну, так как у нас, извините, карантин, и все мы сидим по углам, по домам, по своим. Ощущение, как в клетке, да? Да, ощущение реально, как в клетке. Но при этом, ты знаешь, обычно же весной всегда работаешь, рано утром ушёл, поздно вечером вернулся, как-то в городе шумы, там ездят машины, и ты не слышишь птиц. А сейчас я утром, у меня где-то в 5 утра начинают петь птицы. Ну, а раньше начинают петь птицы, просто в 5-х-то я их начинаю слышать. И почему там какие-то такие трели и щёлкали, мне кажется, что это соловей. Помнишь, когда-то жила недалеко от меня? Да-да-да-да, вот там же в Александре всё время, да? Маше ребёнка возили в коляске, там вот в кустах всё время пели эти соловей. Ага-ага. Помню-помню. Вот, и мне просто, да, вот как-то вот эта тема птиц, с одной стороны птиц, да, голосов, их пения, а с другой стороны вот того, что ты замкнут в этом своём таком пространстве четырёхстеночном, клеточном. Навеяло, да? Как-то это, да, да, и захотелось мне что-то в сказке о птицах, о свободе, о птицах. Слушай, как интересно. Да, и поэтому я и сделала. Ну, в принципе, как бы вот уж если следовать нашему, как это, заведённому порядку обсуждений, во всяком случае начальному, да, вот эта сказка для меня, как только после первого прочтения, для меня это была сказка о свободе. Ага. Ну, когда я её стала так вот рассматривать с разных сторон, у разных грани, под разным освещением, там появились такие нюансы, да, что ведь соловей, который жил в этой большой, кстати, вот обрати внимание, да, что когда, описываясь, как он жил, его условия, да, у этого соловья, здесь говорят, из чего сделана клетка, как она выглядела, там, какая у неё крыша, какая у неё пол, как у неё плитка, какие там клеточки, там, прутья серебряные, а да, что там пол с золотым песком, что там утром, днём и вечером приносили на янтарном блюде, отборное зерно, там, и в перламутровой раковине, это вот, то есть ты всё это видишь, там, роскошь, да, 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 всё, это всё такое вот материальное, всё такое солидное, как это, солидный господь для солидных господ, всё такое вот очень... По-парски, да, богато, богато, да. И, собственно, потом, когда ты понимаешь, а на что, собственно, вот свали вот эту спокойную жизнь, припевая, он же сам считал, что он живёт припеваючи, ни на что не жалуется, когда он просит купцов передать привет для своей родни, да, он говорит, что не жалуется, и здорово. И при этом, собственно, куда, как мы узнаём, куда он потом улетает. Вот описание этого сада, вот, никакой материальной выгоды, ничего богатого, да, но это настолько вкусно, вот это просто вкусно и красиво, что вот эти вот деревья, как будто красной краской выкрашены из гранатовых платок, какой-то воздух сладкий, душистый и дрожит от соловьиного пения, вот это вот дрожание от соловьиного пения, тут вся моя лимбическая система взбунтовалась, я поняла, что я бы, наверное, тоже променяла эти серебряные прутья. Ну, там же, подожди, там же как раз вибрация, вибрация чудесного соловьиного пения в воздухе, по-моему, это так здорово, нет? Это невероятно. Тут один-то соловей ты там поёт в кустах, помнишь, останавливаешься и там слушаешь, аж не можешь, да? Конечно, конечно. И что, как бы, и нюансы, ага, продолжаем разговор нюансы, хотелось этого, видишь, в чём дело, я вот думаю, да, конечно, ты из этой склеточки-то попрёшься из этих янтарных-то подносов, да? Если у тебя вот на родине вот как раз этот весь душистый воздух и так далее, а если ты прилетаешь, а у тебя воздух там весь загажен, там, да, вот какие-то машины, машины там, не знаю, задымили всё, и деревьев, и гранаты не растут. И ты окажешься вот... И гранаты не растут. Срубленные, да, срубленные гранаты, так сказать, да, допустим. При этом он же улетает, да, это же дальние края. Так-то, по идее, непонятно, долетит ли он туда. И то есть вот этот вот момент отказа от готового, гарантированного тебе вот уже ежедневно, да, и, в принципе, у него же замечательный хозяин, да, не то чтобы как вот в сказке у Андерсона к этому соловью там ленточки были привязаны, да, все его там дёргали, он там бедной шагу не мог ступить. Смотри, тот соловей даже и не пел ведь, вспомни. Тот-то соловей, а этот прекрасно пел. Мы его потом поменяли на искусственного, да, да, да. Этот прекрасно пел. Любили, уважали всякое, холили и лелеяли, всякое разное. И тем не менее, вот, ты знаешь, это для меня вот как рассказ о том, когда ты срываешься в неизвестное, вот, безо всяких гарантий, что там будет лучше, чем то, что у тебя есть. Я, конечно, хочу тебя огорчить, да, что в этой сказке лично для меня, почему я не согласна с тобой, да, видишь, сначала я тоже прочитала эту сказку и подумала, да, на поверхности действительно про свободу, что там любая, там, не знаю, что любая серебряная клетка не стоит там свободы на воле и вот этих вот собратьев по песням, да. Вот. Да, и воздуху дрожащего соловейного пения. Гармонии, чтобы трепетало, чтобы сердце, знаешь, трепетало. Вот, согласна. Но при этом я-то подумала, да, что поскольку эта сказка татарская, восточная, да, потому что, видишь, она ещё так рассказана, да, вот в ней же есть вот этот вот стиль очень интересный, потому что когда вот, знаешь, жил когда-то купец, говорят, богато жил, да. Вот потому что само вот это предисловие, да, что это, оно как-то звучит так лукаво, да, потому что, причём это очень интересно, да, почему-то вот есть вот это ощущение, что восточные люди, они такие, в принципе, непростые, лукавые, да, что всё это вот эти персидские-то ковры, которые мягко стелят, на которых как-то жёстко спать. Вот есть такое подозрение лично у меня, да, оно, видишь, какое-то там даже, не знаю, наверное, не очень приличное, да, не хотелось бы в нём признаваться бы, да, но если честно сказать, оно у меня есть такое представление, что вот восточные люди, они не говорят тебе всё напрямую, да, а что всё это вот как-то вот, знаешь, вот не напрямую, а колично, да, ну вот. И поэтому, поскольку эта сказка восточная, то у меня было подозрение, вернее, не сразу, а потом, когда я уже почитала, начала думать, да, что поскольку этот соловей, мне показалось, он вообще привет-то передавал, он так-то этого купца обманул, он то есть вот раз и послал купца узнать, как там у родни-то дела обстоят, понимаешь? То есть я поэтому не согласна, что он уезжал. Вот я просто как раз про то, да, про то, как сказка рассказана, да, то есть она возбудила во мне всякие вот эти подозрения, да, вот, и потому что этот вот, он же не стал просить того же хозяина отпустить и так далее по-честному, знаешь, там всё лукаво как-то. И как поступил его брат точно так же, и этот сам соловей, и поэтому он отправил сначала этого купца вот туда на родину, чтобы выяснить, как на месте ли там гранатовые-то деревья, да, вот, и этот купец узнал, приехал, сообщил, и, понимаешь, и то есть у меня такое ощущение, что нельзя сказать, вот, знаешь, таким долгим путём, возвращаясь к тому, что я возражаю тебе, да, что нельзя сказать, что этот соловей бросал вот этот вот, его очень добротное-то жильё, серебряную клеточку, да, менял на какую-то химеру. Он точно знал, куда он летит, что всё там на месте. Понимаешь? И поэтому я не согласна с тобой, да, что это как бы сказка о свободе, когда ты бросаешься в неизвестное, и там уж неизвестно, что будет. Знаешь, мне показалось, да, что эта сказка о чём, да, мне показалось, да, причём эта сказка как раз вот такая странная, да, что она как раз возбудила у меня эти воспоминания про моего старшего, с чего, собственно, идея-то проекта появилась, да, когда вот, помнишь, я тебе рассказывала, да, как он говорил, а это сказка о любви к родине, и ты такой, где, типа, откуда ты взял? Ну вот, так вот, лично для меня оказывается эта сказка о братской любви, понимаешь? Что оказывается, вот я сначала думала, вот где моя вот эмоциональная, да, что меня больше всего тронуло, да? Потому что когда приехал этот купец и задал вопрос этому Соловьёв про брата, что привет, передают всё с ним нормально, Соловей никак не... Он просто рухнул как мёртвый, да? Он же ничего не стал... Причём, то есть это была мгновенная реакция у него, да? Да, да. И понимаешь, и у меня было такое ощущение, поскольку они братья, да, то это был какой-то вот тайный тот язык, который его брат бы точно понял. Вот у меня, например, старший со средним очень часто так делают, да? Я вот, типа, говорит, вот, я так подумал, типа, а средний там головой, как головой машет, потому что они говорят, вот, типа, это такая вот телепатия братьев, да, они их называют. И поэтому у меня было подозрение, что он ему как бы тайно послал послание через купца, а ему брат тайно тоже точно так же ответил. И купец, сам того не зная, вот он, бедолага, эти послания туда-сюда как бы возил, сам не понимая, что он передаёт. И что, то есть, вот это была такая шифровка, на которой он говорил на поверхности, вот, живу хорошо, всё прекрасно, да? Этот услышай, но он услышал совершенно другое. Брат-то, Соловей. И вот он ему такой раз и подсказку сразу дал, да? И этот потом купец-то приехал, и ему тоже дал этот ответ. То есть, по большому счёту, этот Соловей, который сидел в заточении, он получил эту шифровку, поскольку он только знал это братское послание, понимал, он только и понимал, что это значит, понимаешь? И то есть у меня было ощущение, что это вообще практически шпионская история, знаешь, в которой, там, обмен шифровками, и они там догадались, как из заточения выбраться, знаешь? Вот, и я вдруг осознала, что... Да, вот продаётся славянский шкаф, да? Да, то, абсолютно. И вот, и то, что вот этот несчастный, вот, я потом подумала, этот татарский-то, этот вот купец, да? Так-то я вот подумала, что он, наверное, был бы на самом-то деле какой-нибудь тиранский шах, да? Это были бы какие-нибудь эти самые, знаешь, эти разведчики, шпионы Российской империи, знаешь? Вот, и вот, как бы, и что вот, и потом же, опять же, вот это же вполне шпионскую историю укладывается, что вот он упал, типа он мёртвый, потом его вынесли, оказался он живой. Бывает же часто вот в этих, как бы в историях побега, что там какой-то вот такой вот наркотик, который ты принимаешь, останавливает сердце, ты выглядишь мёртвым, знаешь, а потом тебя из тюрьмы выкидывают. Там же часто бывают такие вот, давайте, да, согласись, да? Граф Монте-Кристо, по идее? Пожалуйста. Ну вот, я тебе говорю. Ну и вот, идея-то не новенькая, но она вот как раз и получается вот таким образом, он через брат ему передал, вот как ему выбраться-то из этого плена. И то есть вот эта история была на самом-то деле про это. И про братскую вот это вот понимание, и то, что вот как раз вот что брат, он как раз понимал, что его брат ему какое послание передаёт на тайном языке, известном им только братьям. Вот, то есть для меня эта история вдруг оказалась совершенно таким шпионским триллером. Вот. Ну, собственно, нет, мне кажется, оно же не отрицает того, что это вот, ну, про свободу, но он же всё равно на свободу живёт. Да, про свободу. И потом, причём понимаешь ещё, в чём дело? Там была какая-то очень занятная вещь, когда я начинала читать эту тему, да? Ну, если сказку, простите. Ну, вот. То у меня ведь, я вдруг обнаружила, поскольку ты уже как-то давно живёшь на свете, у тебя уже есть соловей, клетка, птица в неволе, там, типа, в неволе птицы не поют. То есть у меня, оказывается, есть вот этот багаж житейский, да? Который вот ещё не начал читать сказку, а ты уже практически знаешь, о чём она. То есть вот эти вот ожидания, которые у тебя... Вот эта история, наверное, об этом предположение, да? И мне очень понравилось, что вот эта сказка, она меня удивила. Что там получалось, как будто бы тут же и вопрос... Ну, да, здесь появился тот нюанс, который, собственно... Да, потому что это вроде как... Чирия твоего прежнего благода. Ожидания, да-да-да, что это как раз... Что это вроде как тоже сказка о свободе, потому что, в конце концов, то соловей-то улетел, да, на свободу. Но при этом там вот есть... Был такой момент, что мало того, что это про свободу, но там есть ещё... Я как раз подумала, это ведь очень тоже вот восточная вещь, да? Что ты не один, пока у тебя есть род, пока у тебя есть братья, знаешь? И что вот как раз вот это вот состояние, что тебе никто вот напрямую не говорит, мне показалось тоже это очень по-восточному, да? Что но при этом, да, тебе дают понять, как вот, как бы ты... Вот что бы с собой ни случилось, да? То есть всегда ты можешь полагаться на своего брата. И вот это вот как раз мне показалось, поскольку у меня же, ты же понимаешь, три мальчика, там, сколько братьев, да, то мне это как раз показалось как маме мальчиков, да, что это такая вот сентиментальная, абсолютно для меня показалась вот идея, да, что да, я бы вот хотела так думать, да, что что бы там с моими мальчишками ни случилось, да, но поскольку вот они есть друг у друга, да, то у них всегда будет братья, то у них всегда будет вот эта братская рука помощи. И поэтому я такая прям расчувствовалась, подумала, а, типа, мне нравится эта сказка, хорошая сказка, годная про братскую любовь и поддержку. Вот, вот. Алло? Да. Да, мне даже нечего добавить. Мне кажется, всё, мы обсудили. Вот я, кстати, как раз хотела сказать, да, что вот я тут недавно книжку читала, там, нейрофизиолога, да, тётеньки, и она как раз писала про то, откуда вообще взялись, ну, не то чтобы откуда, а вот её точку зрения на то, как люди реагируют на истории, да, вот, ну, как именно, в принципе, с точки зрения именно нейрофизиологии, как вот мозг реагирует человечески на истории, да, и вот там как раз была одна такая мысль, которая меня очень порадовала, и я вот подумала, что вот почему нам с тобой вот сейчас кажется, да, что мы эту, как бы, историю уже разобрали, да, именно потому что мы же с самого начала относились к этим сказкам, почему мы стали их рассматривать, да, потому что сказки-то вот рассказывают же детям, да, и что, в принципе, когда ты вырастаешь, ты вдруг обнаруживаешь, что какие-то сказки у тебя уже прочно засели в мозгу, и ты вот натурально уже, они натурально представляют собой часть твоего мировоззрения, в которой ты даже не знал, что они являются такой вот существенной частью, да, и поскольку там же всегда очень странно, бывает же такой период, когда ты хочешь разобраться, откуда у тебя взялись эти убеждения, да, они вообще там, не знаю, они мало ли чего тебе внушили в детстве, да, ты же вообще на самом-то деле не знаешь, насколько все эти вот твои представления о мире, насколько они вообще реалистичны, насколько они тебе вообще полезны-то по жизни. Бывает же так, что у тебя есть какое-то убеждение, да, которое тебе просто-напросто мешает по жизни жить, но ты даже не в курсе, что ты вообще так думаешь, да, даже, ну и, вот, и поэтому мы же как раз за эти сказки это, собственно, и взялись за то, чтобы разобраться, типа, вот эта сказка, вот она почему-то меня научила неизвестно чего, да, и хочется понять, а, я могу вообще этим пользоваться, да, или вообще мне это знание не нужно вообще забыть и так дальше, не пользоваться, по крайней мере, да, ты забыть-то уже не можешь, она уже сидит в мозгу прочно, вот, так вот, и поэтому как раз я думаю, что мы с тобой, нам кажется сейчас, что мы с этой сказкой разобрались, потому что вот то, о чём она говорит, что вот пока есть братья, есть поддержка, это же идея, которая кажется очень разумной и верной, да, и как-то ты думаешь, да, согласен, эта идея, она не противоречит моему представлению о мире, да. Да, конечно, вот, и поэтому можно поставить точку, да, эта сказка об этом, но причём она так рассказывана, так увлекательно, чудесно, таким милым языком, что она, как это, послание нравится, можно пользоваться, а сказка рассказана интересно, хорошо, типа, раз, и такой, одобряем. Да же? Да. Ну вот, ну спасибо тебе, Лариса, может быть, ещё что-то хотела сказать про свободу, там, про гранатовые рощи, про вибрацию, что-нибудь хотела сказать? Да, сказала уже. Вот. Ну, за наши гранатовые рощи, чтобы было, как это, чтобы у нас тоже вибрировала душа, знаешь? Да. Ну, спасибо тебе, Лариса. Спасибо. Спасибо, Наня. Субтитры сделал DimaTorzok